Робот-сиделка на самом деле не сидит на месте. Во-первых, потому что не на чем, а во-вторых, потому что маленькие дети любят подвижные игры. Напичканный всевозможными сенсорами и сложными вычислительными системами, этот колобок распознает лица своих хозяев, знает, что им нравится и может поддержать несложный разговор. Искусственный интеллект все меньше напоминает бездушную машину. А этому роботу добавили немного эмоционального интеллекта. Он воспринимает как минимум две эмоции и реагирует на них. Улыбку и удивление. Таких гуманоидов уже можно встретить в японских торговых центрах и в магазинах, где они работают наряду с сотрудниками справочных бюро. Главное, чего добиваются сейчас электротехнические компании, это сделать человекоподобные машины более самостоятельными. Этот робот предназначен для повседневного общения. Разговаривает на трех языках – японском, английском и китайском. При этом он обладает повышенной устойчивостью. Если его уронить, он сам быстро встанет на ноги. Эти забавные существа оснащены ультразвуковыми микрофонами и инфракрасными сенсорами. Они общаются между собой по беспроводной связи, что позволяет добиться идеальной синхронности в станции под руководством старшего товарища, который достаточно развит для того, чтобы проводить презентацию перед публикой. Объединение виртуальной и реальной действительности – одна из тем токийской выставки. Средства визуализации дошли до того, что иллюзия уже неотличима от реальности. Уникальность технологии в том, что здесь используются двигательные сенсоры в ногах, в руках и на голове. Это позволяет очень точно отслеживать движение тела. Вы видите, здесь он фактически бежит внутри виртуальной игры. Эти разработки будут внедрены и в более практичных сферах, например, в навигационных системах или системах видеостабилизации. Свет мой зеркальце скажи, а точнее покажи как надо. Новые технологии сканирования превращают обычное зеркало в инструктора по фитнесу. Он не перейдет к другому упражнению, пока не удостоверится, что я свел лопатки. В скором времени такие умные зеркала должны появиться в японских фитнес-центрах. Здесь создают не только оптическую иллюзию реальности. Ощущения от прикосновения к сенсорному джойстику зависят от того, что показано на мониторе. В этом случае на ощупь он похож на плотный комок снега, и рука начинает замерзать. Но все меняется, когда вместо снеговика на экране появляется щенок. Действительно, пальцем тепло, и при этом чувствуешь биение сердца. Сейчас я переключу еще на один режим. Пальцем становится прохладно, и такое ощущение, что ты держишь стакан со льдом. Проникновение искусственного интеллекта в частную жизнь людей – уже свершившийся факт. Как далеко это может зайти, неизвестно, но останавливать этот процесс пока никто не собирается. Сергей Мингажев, Алексей Печко, Восточно-Азиатское бюро Вестей, Токио, Япония.